Всем привет! Вы на канале Lassie Books, и сегодня я покажу вам самые интересные книжные новинки этого месяца. Здесь будут книги разных жанров, которые планируют выпускать издательство. Некоторые из этих книг уже можно купить, некоторые только находятся в статусе предзаказа или их только анонсировали. Но в любом случае, все эти книги мы скоро сможем купить и читать их летом. Конечно, здесь не все новинки, а только те, что заинтересовали меня, и я думаю, что они смогут заинтересовать вас. Так что, если вам хочется посмотреть книжные новинки, оставайтесь со мной и давайте начинать. Первая книга довольно необычная. Она называется «Вайли, склонившись над травою», и ее автор — это Ландель Рэй. Я не любитель музыки и редко ее слушаю, но несколько песен Ландель Рэй есть у меня в плейлисте. Я знаю, что многие люди обожают ее песни, но не знала, что она пишет стихотворения, и это сборник ее стихотворений. Он очень красиво оформлен, там атмосферные такие эстетичные фотографии, иллюстрации. А еще особенность сборника в том, что там есть и перевод стихотворения, и его оригинал на английском языке. Конечно, стихотворения в оригинале, они должны звучать красивее, и классно, что есть возможность прочитать сразу два варианта. Если вы фанат Ландель Рэй, то уверены, что вас эта новинка заинтересует. Следующая книга — это новинка от Арчибальда Кронина. Один из самых популярных сейчас классических авторов, его читают буквально все, и «Замок Броуди», и «Три любви», и другие произведения. И он очень активно у нас создается, особенно в серии «Большие книги». И это очень красивые издания. В этом сборнике у нас два романа — «Блистательные годы» и «Гран-Канария», и «Повесть местный доктор». Все эти произведения объединены тем, что главные герои в них — это врачи. И так как Кронин сам был доктором, наверняка он хорошо знает эту профессию, интересно ее описывает. Если вы собираете автора, то вот книга в вашу коллекцию. Следующая книга от издательского дома Мещерякова называется «Девушка в зеркале». Главный герой — драматург, который поставил гениальную пьесу, и теперь он просто решает жить в свое удовольствие, но внезапно он смотрит в окно и видит загадочную незнакомку с заряженным револьвером. Это винтажный триллер о погоне по извилистым дорогам Америки 1910-х годов. Эта книга написана полвека назад, и тем не менее, по своим психологическим ловкам и неожиданным поворотам, она не уступает современным триллерам. Мне кажется, в этой книге будет атмосфера театра, атмосфера вот Америки начала 20-го века, как в Великом Гэтсби. Еще здесь написано, что этот роман похож на театр с написанием Моэма, хотя он написан даже раньше. Вот такая вот интересная книга, мне кажется, на лето она будет идеальна. Я заметила, что сейчас у многих издательств появляется тенденция переиздавать классику в современных обложках. Таких изданий, правда, очень много, и все они такие красивые. Например, у нас есть серия «Вечная история» от Мифа, где уже выпущены «Дракула», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», «Грозовой перевал», «Евгения Онегин» и «Маленькие женщины». Это более-менее такое классическое оформление. Но также у Мифа есть другая серия с более необычными обложками, похожими на арты по современным книгам. Она так и называется «Вечная история Янка Далт». И там уже есть безумно красивый «Грозовой перевал», «Преступление и наказание», «Дракула», «Евгения Онегин» и «Маленькие женщины». Если бы у меня уже не было всех этих книг, я бы обязательно себе их приобрела. Сейчас такой большой выбор в сериях классики, а когда я покупала, то была только эксцедина классика. Также не отстают эксмои, у них своя серия, которая называется «Твоя библиотека шедевра классики». Тоже классные обложки, пока выпущена только школьная классика, это «Герой нашего времени» и «Капитанская дочка». И еще одна серия уже от Лейкбука, называется «Янка Далт легендарные книги», в ней вот выпускают трагедии Шекспира. Самые главные — это Ромео и Джульетта, Гамлет и Отелло. Ну, мне кажется, вот эти три трагедии должен почитать каждый, я бы еще Макбета добавила. Тоже очень милая обложка, тут, конечно, разверлись споры, кто-то недоволен, что классику издают в таком оформлении, как будто это Янка Далт, кто-то, наоборот, в восторге, как я. Но лично мне кажется, что классика уже издана очень много раз, есть такие спокойные обычные издания, их много, а теперь у нас будут еще и вот такие прикольные. Мне кажется, подобные серии только привлекут внимание людей, которые боятся классики. Еще одна книга от издательского дома Мещерякова, она называется «Который кот подряд». Что у нас есть в этой книге? Это атмосфера Петербурга, это мрачная особня, где происходят несчастные случаи, это разговаривающий с главной героиней кот, какой-то красивый ветеринар, в которого главная героиня влюбляется. Это детективная история с такой мрачной атмосферой, но, мне кажется, разговоры с котом будут разбавлять повествование смешными моментами. И так как на обложке красуется вот этот хитрый кот, думаю, он будет занимать важное место в повествовании. Сразу две серии издают кемористические рассказы Тэффи, это большие книги и эксклюзивная классика. Я знаю, что рассказы Тэффи чудесные, я многие из них читала. Они могут быть разными, очень смешными, смешными, но с налетами грусти и просто очень печальные истории. Если вы любите сборники рассказов, то обязательно покупайте Тэффи. Может, даже я себя приобрету, хотя раньше я говорила, что сборники рассказов не люблю, но все когда-то меняется. Следующая книга — это «175 дней на счастье» Зины Кузнецовой. О чем эта книга? У нас есть обычная общеобразовательная школа. В ней не учатся ни гений, ни призер Олимпиад, ни звезды. Это самая обычная школа, где просто каждый год ставят какой-то спектакль. И вот в эту школу переводится наша главная героиня по имени Лёля. У нее сложный характер, ведет она себя эксцентрично, и класс ее долго не принимает. Но тут подходит время для постановки очередного спектакля, и неожиданно для всех именно Лёлю выбирают на главную роль. И эта авантюра должна обернуться чем-то хорошим. То есть здесь будет раскрываться жизнь обычного подростка в России, экзамены, недомолвки с родителями, отсутствие друзей. «Школьная будничная жизнь». Думаю, это хороший легкий роман, однако читать его нужно, наверное, не летом, потому что он все-таки про школу, а летом про школу хочется забыть и не вспоминать. А вот в сентябре, думаю, будет идеально. Такая появится надежда на хороший учебный год. Следующая книга — это издание романа Джордж Элли от «Мельницы на флоссе». Это роман воспитания, и главная героиня Мэгги считается одной из лучших женских героин в мировой литературе. Она очень обаятельная, и к тому же этот роман, он во многом автобиографичен. Следующая книга — это соперница Шарлотты Бронте. Мне кажется, у писательницы многие ограничивались чтением именно Джейн Эйр, а здесь представлена ее малая проза, рассказы на разную тематику. Ну, конечно, в основном там любовные рассказы. И также в этот сборник входят рассказы ее брата Бренуэлла Бронте. И знаете, я смотрела фильм про семью Бронте. Он называется Эмили, там главная героиня — это Эмили Бронте, написавшая «Грозовой перевал», но там также показываются Шарлотта, Энн и вот этот брат. И в фильме Бренуэлл был просто ужасным человеком, который вызвал у меня резко негативные эмоции. К тому же Эмили в фильме отзывалась о его рассказах как о бездарных. Меня это так заинтересовало, что здесь есть рассказы этого противоречивого и странного брата. Возможно, именно из-за него я и куплю сборник. Последующая новинка от издательства «Миф» называется «Замечательная жизнь Юдоры Ханнисетт». И когда я прочитала аннотацию, мне сразу вспомнилась вторая жизнь Увы. Мне кажется, эта история будет написана в том же духе, что и Фредерик Бакман. Главная героиня Юдора Ханнисетт — это старушка, которой 85 лет. Она больна, одинокая и вообще уже хочет поскорее закончить свою жизнь. И казалось бы, у нее действительно нет никаких перспектив. Но вот она встречает 10-летнюю девочку, которая полностью меняет ее жизнь. И героиня начинает вспоминать свое прошлое, думать о будущем. Ей приходит идея радоваться каждому дню. Что, если сейчас — это самое время, чтобы жить? Очень оптимистичная аннотация. Я думаю, книга с каждой страницы будет становиться все веселее, все приятней. Очаровательная, наводящая на размышления история о целительной силе дружбы и любви. И к тому же здесь такая летняя обложка, что вот прямо хочется купить эту книгу сейчас же и читать ее 1 июня. Дальше у нас следует «Золушка Мориса Мэйр». И это коллекционное переиздание серии «Лунные хроники». Оформление очень яркое, к тому же она дополнена красивыми иллюстрациями. Пока неизвестно, будут ли издавать все части в этом оформлении или только первую. Если вы не знаете о серии «Лунные хроники», то она состоит из четырех основных книг. И в каждой части у нас ритейлинг какой-то сказки. В первой части это «Золушка», во второй «Красная шапочка», в третьей «Рапунцель» и в четвертой «Белоснежка». И действия сказок, они переносятся в будущее. И там такой современный мир, где развиты технологии, где летающие машины, корабли, космос. А еще кроме Земли жизнь есть на Луне, и там живет такая опасная королева, которая все время угрожает землянам. И вот эти героини сказок должны, собственно, спасти мир. Там еще целых четыре любовные линии, в каждой части делается акцент на одной паре. Хорошая фэнтези-серия, безумно динамичная. И я люблю книги с иллюстрациями, но все-таки предыдущие издания мне нравятся даже больше. Но здесь на вкус и цвет. Есть новинка для любителей детективов. Это «Человек из очереди» Джосефины Тэй. Это первая часть какого-то большого детективного цикла, который объединен тем, что в каждой книге дело расследует один герой. И это Алан Грант. И Джосефина Тэй — это английская писательница, которая считается мастером классического английского детектива. На обложке даже написано, что она стоит в одном ряду с Агатой Кристи. У нас она как-то менее известна. Но лестное сравнение сразу интригует. И в чем сюжет? Мужчину тут закололи в очереди за билетами в театр. Необычно. При нем нет документов, его никто не ищет. И вообще любые улики отсутствуют. Даже имя жертвы неизвестны. Казалось бы, это убийство невозможно раскрыть. Так считают все, кроме инспектора Гранта. Две новинки от издательства Popcorn Books. Первая книга — это «Сестры озерных вод» Ольги Птицевой. И Ольга Птицева, наверное, одна из самых популярных авторов издательства Popcorn Books. Я у нее читала там, где цветет полынь. Также многие люди читали «Выйди из шкафа». И вот очередная ее история. Мне там, где цветет полынь, понравилась своей мрачной, такой безысходной атмосферой. И здесь, как я по аннотации поняла, тоже магический реализм. Главная героиня, она просыпается в лесу, она ранена, она не понимает, где она, что с ней произошло. И она оказывается в непроходимой Чешобе, где люди живут бок о бок с лесными духами и болотными тварями. Она попадает в реальность, где живут колдунья и лешие, где существуют наговоры и заклинания. Пестрый и мрачный славянский фольклор врывается в жизни современных городских жителей. И главная героиня пытается влиться вот в эту новую реальность. Она меняется, меняется ее отношение к миру и к самой себе. И, кстати, это первая часть диалоги. Но эту книгу я вот точно буду читать. Еще одна новинка от Попкорна называется «Малабаровские вдовы». И она рассказывает о нелегкой жизни в Индии. Главная героиня одна из первых женщин-юристов в этой стране. И там умирает какой-то богатый предприниматель, а у него остается три вдовы. И что-то с этими вдовами странное. Все они передали свое наследство в благотворительность, хотя они даже не умеют читать и наверняка не поняли, что они сделали. Кто-то их надоумил что-то сделать, кто-то вмешался в их жизни со злым умыслом. И главная героиня пытается разобраться в этом и помочь этим женщинам. Ну, в общем, еще один детектив, только современный и с атмосферой Индии. Осталось еще пара интересных историй. И здесь у нас смертельно прекрасно Эшли Дьюэл. Я помню, как эта книга выходила в году 2018. Уже тогда я на нее засматривалась, но почему-то так и не приобрела. Меня, наверное, смутила обложка, а здесь она выходит в таком красивом издании. Поэтому, возможно, спустя пять лет я наконец-то прочитаю эту книгу. О чем она рассказывает? Главная героиня Ариадна потеряла семью в страшной автокатастрофе, и она вынуждена переехать к своим тетушкам. У нее есть две тетушки, они живут в таком большом особняке. Весь город считает их странными и сторонится их. И главная героиня начинает остерегаться этих таинственных родственниц, хотя она как бы живет с ними в одном доме. Мне почему-то кажется, что здесь история про ведьм будет. И аннотация мне немножко напомнила мой любимый сериал «Сабрина. Маленькая ведьма». То есть там тоже две тетушки, которых все считают странными. Хотя здесь, наверное, более мрачная атмосфера. Следующая книга — это нонфикшн «Записки библиофила. Почему книги имеют власть над нами». Эту книгу написала преподавательница Оксфорда. И это нонфикшн об истории литературы. Это что, белка в окне? Я его сейчас сниму. Цук-цук-цук-цук-цук. Цук-цук-цук-цук-цук. Смотрите, она реально белка. Я думаю, что там шевелится в кустах? Белка? Ладно, она нас игнорирует. Возвращаемся к съемке. Это книга об истории литературы на протяжении тысячелетия. Как книги влияли на человечество? Каким целям они служили в разное время? Как они выглядели физически? С чего они производились? Все это здесь будет. Но мне кажется, любому читателю должно быть любопытно узнать об истории книг. Следующая книга — это Ребекка Уэст «Фонтан переполняется». И это классический английский роман, открывающий трилогии о жизни одной семьи. Причем книга автобиографичная, и писательница рассказывает об истории собственной семьи, о своем детстве. И дети семейства Обри очень одарены музыке. Они гениально играют на пианино, как и их мать, известная пианистка. Но насколько семья одаренная, настолько же она и несчастливая. Дети становятся свидетелями того, как расточительство отца ведет их семью к краху. И в такой тяжелой ситуации только в музыке герои могут обрести внутреннюю гармонию. Эта книга просто must-have для тех, кто любит классические английские романы и книги про музыку. И последняя книга на сегодня — это «Прогноз погоды для двоих». Это романтическая комедия, и я не часто люблю такой жанр в книгах, люблю только в фильмах. Но здесь меня крайне заинтересовала аннотация. Главные герои работают с журналистами. Ария — метеоролог, а Рассел — спортивный корреспондент. И они работают в отделе телевидения, где кипят нешуточные страсти. Этим мне Натаса уже напоминает отличный фильм, который называется «Доброе утро». Их начальники разводятся, что угрожает в целом компании. Поэтому герои берут судьбу в свои руки, строят хитроумные планы, чтобы поправить отношения боссов. В ход идут анонимные подарки, двойные свидания, плавание на яхте, самые разные средства. И, наконец, цель достигнута. Но Ария и Рассел даже не догадываются, что Торренс и Сет решили провернуть похожее дело. То есть они пытаются наладить отношения начальником, а начальники — им. Мне кажется, это будет забавно, смешно в духе романтических комедий 2000-х годов. А пока сомневаюсь, подожду первых отзывов, не слишком ли эта книга слащавая. Но аннотация и правда чудесная. Да вот и все новинки, о которых я вам сегодня планировала рассказать. И я надеюсь, что вы нашли что-то новое для себя, что вы добавили какие-то книги в хотелки. У меня, по крайней мере, уже пять книг лежат в корзине. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы не забудете поставить лайк. А также, если вы досмотрели до конца, обязательно пишите в комментариях, какую книгу вы сейчас читаете. Так я узнаю, скольким людям действительно было интересно это видео, и сколько я людей досмотрела до конца. Мне будет очень приятно, так что заранее спасибо. И всем пока!